Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влогах канала Семья Бровченко. Спасибо всем, кто ставит лайки, пишет комментарии и подписывается на канал. А также присоединяется к телеграм-чату. Ссылка в описании. У Бровченко радостное событие. Крестится Тимофей. И Таня говорит, вот, мы пришли на это мероприятие, принесли с собой три тортика, потому как будет много людей. И, ну, что сказать, когда речь идёт о трёх тортиках, а не о трёх тортах, то, конечно, надо делать соответствующие выводы. Что это за тортики такие? Я так думаю, что это три бента торта. И много людей будет, и, зная это, Таня решила ещё и вкусняшками подкормить, другими яблочками, да. Стоит Таня в своём платье чёрном, какое-то украшение у неё на шее висит. Вот она режет яблоки. Это такая вкусняшка ещё одна. Ой, какой кошмар. Лучше бы она молчала бы. Вот честное слово. И рассказывает Таня, что крещение – это духовное рождение человека. И 30 апреля – день рождения Тимофея. И вот они всегда отмечают в семье и день крещения, и день рождения. То есть день духовного рождения человека и день физического рождения. Ведь без одного нет другого, да. Думаю, как это так, Таня? Что ты такое говоришь? Получается, что без физического рождения человека нет его крещения, да, то есть духовного рождения человека. Ну, в принципе, это так, да. Но как же может быть наоборот? Вот в рождении у Тани, что сначала можно духовно родиться, то есть сначала креститься, а потом физически родиться, да. В общем, да, Таня что-то говорит, а что она говорит, она сама не знает. И дни рождения-то они отмечают все. И я так понимаю, скоро мы должны увидеть день рождения Тимофея, как они будут отмечать. С одной стороны, с другой стороны, день рождения Ани мы так и не увидели. Поэтому тут Таня, конечно же, врет. И Ани не было на этом крещении Тимофея. Но я думала, ладно, в конце, возможно, Таня говорит, ну, он покажет фотографии, но посмотрите. Я думала, на этих фотографиях хотя бы Аню увидим. Нет, Ани не было и на фотографиях. То есть теперь у Бровченко не шестеро детей, насколько я поняла, а уже пятеро, да. Ой, Ани вообще нигде нет, Ани ничего не слышно. Что она, где она, никому не известно. А Бровченко не спешат даже намек дать. Где Аня, где она живет, что с ней, ну и так далее. Но одно я могу сказать с твердой уверенностью. День рождения Бори старшего, день его физического рождения и день его духовного рождения в семье отмечается всегда. Да, да, как-то так. А детские дни рождения, это как получится, как пойдет. Не всегда, правда, ведь надо отмечать. Главное, Борин день рождения отметить, не забыть про его день крещения. Танин день рождения и Танин день крещения. А дети уже по остаточному принципу. Как у родителей будет настроение. Хотя Таня говорит, нет, мы всегда все это отмечаем. Ну да, ну да, врет Таня, как дышит. А дышит она часто. И вот рассказывает Таня, что до Матемофея изучал Библию, мол, повзрослел, так стал более серьезным, стал ответственнее. Но мой лучший Матемофея изучал какие-нибудь научные дисциплины. Какую-нибудь биологию изучал бы, да, то, что ему надо для школы. Физику, химию, математику, алгебру, что у него там сейчас должно быть, да, по учебной программе. Позанимался бы русским языком, литературу почитал бы. Не, что вы. Библию изучал, пацан. Как-то так. Это важнее. Ну, конечно, у каждого свои приоритеты. Но хотя бы девять классов Тимофей должен закончить. Хотя бы так, как это сделала Аня и Паша. Кстати говоря, Аня, насколько я поняла, учебу не собирается продолжать. В этом году вот сейчас уже прям, да, она должна очень усиленно готовиться к сдаче ЕГЭ. Таня об этом вообще ни слова не говорит. То есть, насколько я поняла, будет у нее ее аттестат за девять классов с теми ее тройками. И все. Больше ничего у нее не будет. Хотя она обещала 10-11 класс закончить без троек. И, ну, так сказать, выйти в жизнь, выйти в большую жизнь уже самостоятельно с хорошими отметками. Но, видите, не срослось. А срастется ли у мальчишек? Ну, не знаю. Будем на это очень и очень надеяться. Что хотя бы девять классов они закончат. И если уж на то пошло, то девять классов надо заканчивать уже, конечно, без троек. Потому что на 10-11 класс в семье Бровченко детям надеяться даже и думать не стоит. И вот что касается учебы. В Телеграм-чате очень интересные ссылочки бывают. И одна из таких ссылочек была на канал женщины, которая говорила о том, что ее ребенок первоклассник. Ну, или первоклассница. Ну, не суть. В любом случае, ребенок занимается в первом классе. И тоже на семейном образовании. И сдает какие-то аттестации. Да, в первом классе. Представляете? И вот она очень интересная мама. И она занимается с ребенком, понятное дело. И ходит, и сдает какие-то экзамены. Будем так говорить. Это первый класс. А здесь ни единого слова об аттестации. Вообще никто ничего не говорит. Кто в какой класс у них сейчас должен дойти, тоже Таня об этом молчит. Кто какой класс сейчас заканчивает, тоже Таня молчит. Кто где учится, кто как учится. Ни слова вообще. Так что, действительно, правильные предположения высказываются. Я считаю, что правильное в телеграм-чате, что, скорее всего, дети Бровченко вообще не учатся. Но куда смотрит опека в таком случае? Вот это уже другой вопрос. А может быть, Бровченко так далеко забрались в глушь. В те болота, да? Специально, чтобы опека до них не дотянулась? Ну, не знаю, все может быть. Это же Бровченко. От них можно ожидать всего, чего угодно. Бедные дети. Единственное, что можно сказать. Ну, а Таня, что? Таня вообще не заморачивается ничем. У нее есть радость жизни. Это футбол. И вот приехали на футбол за полтора часа до ночи. Я думаю, да что случилось? Вы всегда на полчаса где-то опаздывали. Может быть, не на полчаса, а на 15. Но, тем не менее, вы никогда не приходили даже вот вовремя. Вы всегда опаздывали. А за год, а я вообще не помню, что такое было. А вот смотри-ка, за полтора часа до начала этого самого матча они прибыли. Что-то будет, подумала я. Наверное, погода испортится. И вот Боря, говорит, старший, так как времени еще достаточно, он взял Борю Маленького и пошли они на площадку. Мол, Боря Маленький там покатается, поиграет и попрыгает, порезвится. Мол, всю энергию выплеснет. Это замечательно. А Таня и Максим остались в машине. Мол, Максимка узнал, а Таня с ним. Ну, вроде как, пока нормально. Но потом, смотрю, к ним Саша присоединился. Мой говорит, о, Саша пришел. Думаю, это как? Откуда он пришел? Где он был? Ведь в машине оставалось только Таня и Максим. А здесь, на площадке, изначально Саши, понятное дело, тоже не было. Так что непонятно, откуда Саша взялся. Или он изучал, изучал город и набрел на эту площадку детскую. Что тут, тадам, папа, да еще и брат где-то тут на горках. А где-то там еще и мама в машине с младшим братом вообще счастье переводила Саша. Почему-то мне именно так эта картина и представляется. Потому как о Саше вообще ни слова не было сказано Боре Старшим. Но, как мне думается, все-таки он находился в булочке вместе с Таней и Максимкой. И сейчас решил пойти поразвлечься. Покататься на этих самых качелях, каруселях и с горки съехать. И вот Боря маленький с горки съезжает. И Боря Старший ему так говорит. Аккуратно. Штаны, мол, ты что? На ногах съезжай. Прям как будто можно подумать, у него там штаны на том ребенке за миллион долларов. Но это кошмар какой-то. Мы прекрасно видим, в каком состоянии его штаны и что-то за штаны. Эти штаны, как правильно написали в телеграм-чате, не надо уносить на помойку. Потому как эти штаны только-только были принесены Бровченко с помойки. Как можно такую красоту унести? Только принесли ведь. И надели на детей, понятное дело, на кого же еще? И это, конечно же, надо уберечь. Ну да, как же так? На ногах съезжай. Разве можно такое советовать ребенку? Это опасно. Наоборот, родители говорят, садись и сидя съезжай. Уже бог с ними, с этими штанами, с той одеждой и так далее. Постирается это все ерунда. Лишь бы была бы в безопасности жизнь ребенка. Правильно? Правильно. И здоровье, что было в безопасности. Ну, а здесь как? Ничего страшного, тебя не жалко, штаны жалко. А ты как ты? Ужас. Ну, вот Саша. Саша пришел в куртке, в шапке. И правильно написали в телеграм-чате, надо обратить внимание на его обувь. Да, обратили внимание. Он был в сандалиях. Куда-то годится. Нормально так. Сандалии. Хорошо, хотя бы носочки были надеты на ребенке. А так курт, шапка и сандалии. Кошмар. И обязательно у Саши сумка, ровно как и у Бори. Такая поясная, что ли, или через плечо, так как-то прикинутая, на поясе как-то закреплена. В общем, подражает папе изо всех сил. Ну, а Боря старше счастлив. Говорит, ну вот что надо детям? Детям нужна горка, хорошая погода. И папа, ну или мама, которые присматривали бы за детьми больше, мол, ничего им для счастья не надо. Ну да, действительно. Образование им не надо, питание им не надо, социализация им не нужна. Кружки и развивашки им не нужны. Им нужна только детская площадка. И все. И хорошая погода, естественно, само собой. Ну, в этом все у Бровченко. Наконец-то прошло это время, полтора часа, да, и они уже на матче. Таня, говорит, впервые к началу матча пришли. Ну, в принципе, да, это так. И, говорит, Максима научили кричать гол. Максимка так интересно кричит гол, молодец. Максимка очень быстро учится. Научился кричать давай. Боря старшему его научил еще это кричать. И Боря младшему почему-то Таня не дала сникерс. Представляете, вот тот только потянулся за сникерсом, она ему, знаете, что говорит? Хорош, ты только жуешь и жуешь. Хватит нос тебя. Думаю, вот это да, какой ужас. Разве можно так, а? Отказать ребенку с шоколадкой какой-то. Ну, я так думаю, что, в принципе, этот сникерс был прихвачен для Бори старшего. Ну, как бы не для Бори младшего. Таня, говорит, вот у нас есть попкорн для меня и для Максимки. А сколько того попкорна съест тот Максимка? Всего ничего. В основной своей массе Таня будет есть этот самый попкорн. Ну, об этом она умалчивает. Якобы для ребенка все взяла. И вообще у меня сложилось такое ощущение, что дети пришли на футбол поесть. Они ели, ну, даже тогда, когда матч еще толком и не начался. Они уже стали что-то жевать. То есть они вечно голодные, эти дети. Что я говорю, это просто несчастные какие-то дети. Но, видите, они не знают другой жизни. Они считают, что все так живут и что это, в принципе, нормально. В школу-то они не ходят с одноклассниками какими-то, они своими не общаются. А те вот мальчики и девочки, с которыми они общаются на своих религиозных встречах. Ну, я думаю, что, во-первых, они с ними особо не говорят. А, во-вторых, считают, что это нормально. Да, что они все так живут. И толком-то ничего и не видят. Хотя я могу с этим, конечно, поспорить и утверждением. Многие дети, вот те родители, которые привязаны к этой религиозной организации, они ходят в школу. Это уже нормально. Это уже хорошо. Это какая-либо какая социализация. Ну, согласитесь ведь. Ведь так, а дети Бровченко лишены даже этого. «Давай, Сибирь!» – кричит Саша. То ли он не знает, что его город называется Новосибирск, хотя он его изучает. То ли по какой-то другой причине он кричит «Давай, Сибирь!». Наверное, он решил, что название команды «Сибирь», а не «Новосибирск». Очень интересно, подумала я. Таня не поправила Сашу, не сказала, что ты там кричишь. Ты много не так кричишь, не то. Надо кричать так-то и так-то. Ну, и в перерыве ищут человека в костюме. А для чего? Я так думаю, для того, чтобы сфотографироваться. Но, насколько я понимаю, эта фотография не будет бесплатной. Таня говорит, вот тут люди ходят в ростовых костюмах и какую-то анимацию с детками проводят. Ну, не было никого в этот раз. Таня слегка подрастроилась. Ну, я так думаю, что если бы даже кто-то и был, а потребовал бы деньги за фотографию или за анимацию, ну, я думаю, что всё равно дети в Ровченко вряд ли бы это всё увидели. Таня сказала, в ней нет, это дорого, идём отсюда. Это, мол, не по нашему кошельку. Хотя, в принципе, билеты они покупают с 50% скидкой, потому как они многодетные. И Таня счастлива говорит, вот такие вот посещения совместные каких-то мероприятий очень сплочают семью. Я думаю, Таня, попробуй хотя бы раз начать лепить вареники или пельмени с семьёй. Ты увидишь, насколько это занятие сплочает семью. Во-первых, это сплочение семьи, как мы уже говорили, да, тимбилдинг такой. Но, с другой стороны, это ещё и полезно. Почему бы и нет? Дети поедят. Почему? Это плохо. Это очень хорошо. Но видите как, Таня почему-то считает, что надо ходить на футбол. Хождение на футбол наше. Всё. Как же Таня кричала? Как она кричала? Давай, забивай! Очень громко кричала. Да, Таня, а как же твой фаренгит? Вот как твой фаренгит? А как твоя челюсть? Она же всё так болела. Ты так поглощаешь подкорн. Хотя нет, ты его не поглощаешь. Как-то я сказала, разъедает она с Максимом подкорн. Все болезни пришли, как только ты переступила порог этого футбольного поля. Ну, не знаю, наверное, так как-то. Видите, как Таню можно вылечить. Оказывается, футболом. Да. И Таня так, между прочим, заметила. Максим Сникерс уже съел. И я так думаю, что Боря Старший Сникерс уже съел. Почему-то я думаю, именно так. Саша всё просился в фан-зону. Никак Таня не могла понять, как туда попасть. Но в итоге они подошли к фанатам. И те сказали, надо подписаться на телеграм-группу. Какую-то туда вступить. И, мол, будет Саша счастье. Какая-то форма должна быть тёмно-цветовый или чёрного цвета особенная. В общем, Таня сказала, всё это будем мы узнавать. И Саша будет там сидеть, в этой фан-зоне и будет кричать. Рядом с болельщиками, конечно, совсем по-другому ощущаешь себя. Ну и так далее, и так далее, и тому подобное. И Боря-младший, вообще меня удивило то, как он говорит в свои годы. Он должен уже более-менее нормально говорить. Мне кажется, Максим уже лучше, чем Боря-младший говорит. Заявляет. У него в руках хлопушка. И говорит, халва-пушку нашёл. Думаю, как так? Что значит халва-пушка? Может быть, хлопушка? Нет, халва-пушка. Два отдельных слова, сказал Боря. А Таня что? Таня даже не обратила на это никакого внимания. То она не обращала внимания на «давай Сибирь» вместо «Новосибирска». Теперь вот халва-пушка. Тане абсолютно всё равно, как развиваются её дети. Я не знаю, почему, но тем не менее. Хотя, в принципе, если у неё дети на семейном образовании, она вдвойне должна быть внимательной к своим детям и интересоваться их продвижениями в учёбе, их успехами. Правильно? Правильно. Потому как именно Таня и завуч, а если нет преподавателя онлайн или репетитора какого-нибудь другого, то Таня должна заменить этого преподавателя. Но о чём это мы? Мы все прекрасно знаем, какое образование у самой Тани. Если она потянет программам первого класса, это уже будет просто прекрасно. Поэтому Таня так и считает, наверное, халва-пушка – это нормальное место хлопушки. И город, видимо, называется «Давай Сибирь». Потому как она не поправляет своего ребёнка. Ну, а таким вот получился у меня обзор влога канала «Семья Провченко». Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!